Сергей, интересный вопрос. Слежу за вашими проектами, разделяю ваши взгляды, но у меня к вам вопросы, очень хочется получить ответ. Если мы признаем, что Вселенная бесконечна во времени и пространстве, то почему не найдены очень древние звезды или галактики? Красные карлики живут очень долго по расчетам, сотни миллиардов лет, но как найти такие звезды, чтобы подтвердить, что Вселенная действительно вечная? Понятно, что возраст звезд привязан к возрасту галактики, но тогда должны быть остатки очень древних галактик, состоящих из очень старых звезд. Вот в этом вопросе у меня не все понятно. Давайте просто посмотрим на динамику процессов. У вас есть сформированная такая картина, она подстраивается под результаты Большого взрыва. Большой взрыв взорвалось, должно быть так-то и так-то. Если не взрывалось, должно быть так-то и так-то. Ну давайте посмотрим просто на простую, понятную нам звезду в ближнем доступе, солнышко. Что мы имеем по солнышку? У нас есть объект, который излучает, из него на постоянной основе излучается материя. То есть Солнце покидает материя на постоянной основе. Так, это одна позиция. Вторая позиция. На Солнце на постоянной основе падают какие-то небесные тела, прилетевшие издалека, не издалека. То есть, с одной стороны у нас на Солнце падает масса, с другой стороны Солнце покидает масса. Ну это знаете, как что? Ну вот мы взяли кастрюлю, поставили под кран и включили воду. Вот у нас водичка такая в кастрюльку наполняется, наполняется и через край такая выливается, выливается. И мы такие сидим и, ну по вашей логике, начинаем рассуждать. А каков же возраст воды в этой кастрюле? Она же должна быть вечной. Если Вселенная вечна, то и вода в кастрюле должна быть вечной. Вы говорите про признаки данного объекта к кастрюлю, в который постоянно вливается вода и выливается. Так вот, средняя продолжительность нахождения воды в кастрюле, она имеет какой-то участок, протяженность какую-то конкретную. Поэтому и любая большая кастрюля, и маленькая кастрюля будут иметь вот эту протяженность во времени, если вы ее мерите вот по таким свойствам. Поэтому они другие, тут не получится вечная кастрюля, которая растягивается, растягивается, растягивается в данной системе. Тем более, если мы рассуждаем в гипотетической модели притяжения прямого, которая вдруг не обваливается, то, пожалуйста, растягивайте, растягивайте, вы получаете растянутую кастрюлю, резину такую, которую вы всегда вливаете в воду, получаете макротела, которые там вечно нарастали, нарастали. А на комплексном приталкивании это невозможно. У вас есть предел, который обеспечивает силу для существования тела. У вас размер объекта, он не может превышать возможности суммарного напряжения. Вот того поля, в котором он находится, с какими параметрами оно сжимает этот объект, заставляет держаться в группе, если он выйдет за размером, он просто разделится, разлетится. Так что модели на прямом притяжении, они неадекватны, они не соответствуют наблюдаемой картине мира, они не соответствуют данным, получаемым астрономами. Тут без вариантов. Только комплексное приталкивание соответствует нашей реальной картине мира. Юрий Русев. В космическом пространстве ничего не вечно, галактики сталкиваются и формируются новые галактики. Звездам надо лететь, а финансовый фашистский капитал только тормозит прогресс. Зачитала. Все люди по-разному мыслят. Мы живем в нашем сообществе. Слом сознания для наших ученых. Новые телескопы проверяют теорию Большого Взрыва. Есть такое дело. Опровергают теорию Большого Взрыва. Есть скорость мышления, скорость восприятия. Им надо лет сто поопровергать. Тогда до них начнет, может быть, доходить. Они сто лет веруют в теорию относительности, в теорию Большого Взрыва. Сколько лет уже верят. Чтобы они разуверились, им надо поопровергать. Им 5 лет мало опровергать. Надо лет 50-40, 100 попровергать. Притяжение одного ножа к планете Земля – это одно притяжение. Притяжение второго ножа к планете Земля – это тоже одно притяжение. И вот тут вы не можете оторвать нож от Земли. Оторвать нож от Земли – это означает запустить его в космос. Это означает прекратить притяжение ножа к земле. Это означает, что у вас нет силы, чтобы поместить нож на такое расстояние от земли. А вот оторвать нож от земли и запустить его в космос – это разные понятия, при котором нож на землю больше не вернулся. А притяжение ножа к ножу – это другое притяжение, ничтожно малое. Тут вам удается развести ножи так, прекратить притяжение ножа к ножу именно поэтому, что их притяжение между собой ничтожно малое. А на формулы ссылаться не надо. Формулы могут быть и тупые, и глупые, и так далее. Их выдумали глупые, и млекопитающие. Ссылка на формулы ни о чем. Формулы – это как придумали не физики, а математики. А математики и физики ничего не понимали. А математика – это такой, который не может. Только то, чтобы переставлять местами слагаемые множители. Вот что сказать. Негодуют люди, негодуют. Негодуют против всего. Негодуют даже против формул. Ну как без формул, ребята? Формула – это то, что позволяет получить точное представление. И вот мы живем, вот часть нашего населения, нашей планеты никогда не поймет некоторых вещей. Они смогут только по интуиции, на что-то опираясь, с чем-то соглашаться или не соглашаться. Люди хорошо соглашаются с тем, что преподают в школах. Поэтому это очень важно, чтобы в школах преподавали только достоверную информацию. Тогда вот у нас есть на Земле разумная часть цивилизации, люди, которые могут сосредоточиться и обработать своим мозгом информацию. И неразумная часть цивилизации. Люди на это никогда не смогут. Времени не хватит, соображения не хватит, что-то еще. По-любому права у нас у всех одинаковые. Но чтобы наша цивилизация двигалась в одном направлении, не сбивалась, не уходила в штопор, нам надо организовать совместную работу и одной группы людей, и другой, чтобы мы все двигались в разумном направлении. Вот для этого и, собственно, требуется выявлять разумных и организовывать соответствующую работу по совместной деятельности, чтобы о всех мы позаботились, и те, кто сосредоточился, и те, кто не сосредоточился, и все вместе развивали нашу цивилизацию и двигали вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок